Люди на инвалидных колясках получают все больше возможностей для свободного передвижения по городу и доступа в социальные учреждения. А вместе с этим маломобильная категория населения интегрируется в общество, включаясь в различные сферы жизнедеятельности. Создание таких условий регулирует государственная программа «Доступная среда», которая с 2015 года реализуется в Щелковском муниципальном районе. 10 февраля на свое первое в этом году заседание собрался Координационный совет по делам инвалидов и реализации этой программы. В него входят представители органов государственной власти, администрации района, городских и сельских поселений, ряды организаций и учреждений. В повестке дня обсуждение итогов за прошедший год и планов на 2016-й. Нам пришлось не просто в прошлом году, потому что многие объекты этому вниманию не уделяли вообще. Некоторые объекты были доступны частично. Нам пришлось проводить реконструкцию входных групп и, соответственно, пандусов для доступности этих объектов. Но это только маленькая частичка той работы, которая нам предстоит в 2016 году. Программа продолжает свою работу, причем уже в более масштабном объеме. В прошлом году в Щелковском районе уже работала комиссия, оценивавшая результаты работы по программе «Доступная среда». Смотрели оборудование учреждений, парковочных мест и даже обустройство туалетных кабинок на проходимость и доступность людям с ограниченными возможностями здоровья. Благодаря этому удалось выявить и устранить недостатки. Сейчас проект продолжает свое развитие, расширяя спектр мероприятий. Также в ходе презентации участникам собрания показали, как должны выглядеть объекты, рассчитанные на людей с ограниченными возможностями здоровья. Эту работу нужно комплексно, постепенно, целенаправленно по конкретным объектам и мероприятиям вести постоянно, взаимодействуя друг с другом. Задача, конечно, непростая, но прошу вас всех относиться к этому с пониманием, с должным пониманием. Не все меряется в деньгах. Вижу, что постепенно, потихонечку можно сделать объект максимально доступным для маломобильных групп населения. В настоящее время на территории района проживает порядка 14 тысяч инвалидов. Государственная программа должна позволить улучшить целевые показатели доступности среды в Щелковском районе. Год назад в начале работы программы рейтинг доступности в социально значенном учреждении составлял 23%. К концу года он вырос до 45%. В 2016 году планируется увеличить уровень доступности среды до 50%. Марина Познякова, Михаил Черепанов, телерадиокомпания «Щелково».